Я встретился с Сергеем Абдульмановым, руководителем отдела маркетинга компании Мосигра. Привет, Сергей. Привет. Значит, вот у вас есть здесь новинки. Вы привезли с собой локализацию Galaxy Tracker, проект Manhattan. Да, расскажи, какие вообще, что нового, что вы привезли с собой на выставку? Совсем нового, вот эти три штуки, Galaxy Tracker, это офигенная игра, которая уже, наверное, там по всему миру, которая тираж раскупается, причем раскупается в хлам просто сразу. Проект Manhattan, игрушка, которую на русском рынке ждали, ну, на украинском, соответственно, около года. Такой-то долгострой. Он на нас вышел, его прям сразу, опять же, очень много стали разбирать. Вот, мы его до Украины, к сожалению, довезли совсем-совсем мало, но он здесь впервые появился на игросфере. Вот, и Steam Torpedo, поднять перископ. Это довольно новая игрушка, очень необычная, очень классная, с очень глубокой стратегией, такая хардкорная очень. В нее надо играть вдвоем. Очень классная вещь, потому что можно там, когда хоть один друг приходит, какой-то не компания, можно поиграть. Ее очень оценили на Этсене, например. Вот. Плюс из последних игр, которых не было в Украине, мы повезли, если не ошибаюсь, бригаду, Телестрейшнс, это испорченный телефон, локализация американской игрушки одной. И там еще пару вещей, пару локализаций. Вот. Вот так. В общем, проектов у нас очень много, плюс там, у нас сейчас ожидается еще куча классных игр и локализациях, и... Такой вопрос хотел. Мосигра всегда как бы специализировалась на таких более пати-геймах, для вечеринок. Не совсем. Мы продаем то, что хорошо продается, развиваем рынок. Мы специализировались на том, что мы, по сути, подняли весь рынок в России. Сейчас он дошел до той стадии, когда можно продавать игры типа Galaxy Tracker, проект Манхэттена. Естественно, мы тут же эту нишу заполнили, но и мы продолжаем его дальше развивать. Я думаю, год через два мы пойдем к очень хардкорным играм, которые только гикуские. То есть, прицел на такие легкие игры был для укрепления на рынке. У тебя, когда развивается рынок, ты можешь развивать его не очень, на самом деле, большим количеством способов. Ты можешь сделать клубы, ты можешь проводить игротеки, можешь пускать рекламу в журналах, на телевидении, неважно. А ты можешь открывать магазины. Очень просто смотри, клуб приводит тебе в год там 500 новых человек, потому что он тусует одну и ту же аудиторию. До того, как мы вышли на рынок в 2008 году, там были клубы в каждом городе, были игроки на этом рынке, но рынка как такового не было. Проблема в том, что люди, которые хардкорные игроки, думают, что нужно начинать серьезных игр. У серьезных игр никогда не будет шансов занять нормальную аудиторию сразу. Что делали мы тогда? Мы продавали легкие игры типа Дженги, Activity, Monopoly даже, потому что их все узнавали, мафию и так далее. Люди играли в них, а потом приходили к нам и говорили, мужики, вот мы поиграли, вот классная игра, а что дальше? И дальше мы им продавали что-нибудь вот такого вот уровня сложное. Вот. Сейчас этих людей, которым мы продали пати игры довольно много, и они готовы покупать материально сложные вещи уже. То есть, гики могут надеяться, что сейчас Мосигра будет увеличивать аудиторию, количество... Для гиков у нас в планах флешпоинт, например, на ближайшие там несколько месяцев. Понятно. А какие вообще еще планы есть, что интересного рассказать, чтобы... Интересные есть на magelan.ru, там анонсы всех наших новых проектов. У нас локализация Don't Rock the Bot, это детская игрушка про пингвинов на лодке. Там же... Ну вот флешпоинт из больших таких проектов интересных. Плюс еще пара игр, но я, к сожалению, не могу про них пока рассказывать, но после Игросферы через неделю они будут на сайте. Мы сначала подпишем, потом выложим данные. То есть вот пока мы не подписали, говорить не буду, да. Понятно. Еще такой вопрос, как Игросфера, как впечатление от выставки и какие ожидания от выставки? Вот для чего вы приехали? Больше себя показать или, например, посмотреть там авторов, возможно, разработать? Приехали, потому что, ну, во-первых, очень интересно. Здесь можно сразу за два дня получить все данные об украинском рынке полностью. Сюда приезжают люди со всей страны, вот, кстати, вот. С ними очень интересно общаться, просто ради того, чтобы с ними встретиться, там стоило приезжать. Естественно, мы проводим игротеку, естественно, мы торгуем здесь. Естественно, мы здесь там проводим договоры, да, ну, переговоры с людьми с новыми. А на прошлой Игросфере мы, например, на выставке нашли нескольких оптовиков и человек, который потом открыл наш магазин. Вот, это очень интересно. В Украине, в Украине магазин, да? Да, да. Очень клево, потому что, ну, здесь все люди настольные и все в теме, как бы. Очень много деловых контактов. У нас, правда, на каждой выставке так получается. А Игросфера крупнейшая на Украине. Ну, да. Понятно, желаем удачи, развития и получить много положительных эмоций от выставки и от пребывания во Львове. Спасибо, постараемся. Счастливо, да. Счастливо, да.